А всем доброй субботы, с вами Воробушек. Давно я ничего не записывал, не правда ли? Что же, пора это исправлять. Я подумал, что будет не очень интересным и дальше продолжать делать видео лишь только об истории каких-то вещей или мелких исторических событий. А потому я решил снять серию роликов о государствах Бронзового века. Вы могли заметить мою любовь к этой эпохе, хотя бы когда в видео про фортик Андерога я сказал, что чирикнулся еще во времена Хецкого царства. Оф, накатили флэшбеки. Давайте, если уж и погружаться, то по порядку, а то я сейчас вам начну. Про Митане, про Супилу-Леуму, про Колхиду. А откуда это все, зачем и почему, непонятно. Поэтому вот вам небольшая предыстория этого видео. Поначалу оно должно было быть посвящено сразу большому количеству городов побережья Леванта. Однако в поисках материала для начала ролика я неожиданно для себя наткнулся на историю одного очень интересного, но в то же время очень непопулярного государства того периода. А между тем, оно почти всю свою историю воевало, участвовало в создании огромной системы торговли тех времен, которая потом окажет невероятное содействие развитию человеческой цивилизации. Царю этого государства подчиняясь многочисленные города-вассалы? Его двору слал дары египетский фараон? Название разрушителя столицы этого царства претендует сам Саргон Великий? А что же это за государство? Вы узнаете прямо сейчас. Это история первого царства Эбла. Поехали! Добро пожаловать в Сирию! Не самое оптимистичное начало, особенно если учесть, что повествование ведет нас в так называемый ныне последний оплот повстанцев. Это Мухафас и Длиб. Прекрасное место с не менее прекрасной природой и историей. На западе региона раскинулись леса. На востоке растилаются пустыни. Именно здесь, в 36 веке до нашей эры, начинается история города Эбла. Городу, которого суждено стать великим и навсегда войти в историю. Перенесемся в то время. Девственная природа Ближнего Востока. На севере, над восточным краем Средиземного моря, нависает Анатолия. Будущее пристанище могучего Хетского царства. На западе море, которое станет центром цивилизации на ближайшие 4 тысячи лет. На юге, на плодородных землях Нила, возделывают поля те, чьи потомки построят Египет. Государство, сыгравшее огромную роль в формировании этого региона. А сейчас там даже еще не появилась первая династия фараонов. До того момента еще почти 4 столетия. Представляете, там даже нет стекла, проволоки и дрожжевого хлеба, об истории которых вы можете узнать, посмотрев мои прошлые видео. Если же мы обратим наш взор на восток, то увидим течение великих рек Тигра и Ефрата, на берегах которых будут строиться уникальные государства Шумер, Вавилон, Осирия. В таком месте не могла не появиться великая держава. Однако, все великие дела начинаются с малого. Эбла появилась как небольшое поселение, которое было основано на известняковой скале. Первоначально она являлась в нашем понимании скорее крупным селом. Знаете, как оно бывает в российских глубинках. Где-то в центре стоит большой поселок, в котором и магазины, и медчасть, и вся инфраструктура. А вокруг мелкие деревеньки. Так и тут, вокруг Эблы, которая стала ремесленным центром округи, был целый куст небольших сельскохозяйственных поселений, способствовавших росту молодого города. По мере своего развития город стал нуждаться в централизованной власти. Так в нем появился первый царь Эблы Сукуме. По оценке Роберта Стиглица из Государственного университета Нью-Джерси. Его правление началось в 3100 году до нашей эры. За ним следовало верениться правителей, при которых город набирал силы, расширяя свою торговую сеть. А расширять было куда. При первых царях Эбла прославилась своей шерстью. А потому, когда в Шумере возникла необходимость в этом ресурсе, туда пошли караваны, что стало толчком для начала глобальной торговли. До этого момента Эбла была значимым городом только в своем регионе. А золотившись за счет своих торговых связей, цари Эблы быстро формируют вооруженные отряды. Вокруг них начинают появляться города-подражатели, которые также хотят присоединиться к ливанской торговле и оттяпать свой кусок пирога, с чем набирающая мощь царству мириться не готова. В ближайшие несколько веков цари Эблы проводят успешную экспансионистскую политику в своем регионе. В их обществе возникает культ почитания и божествления отошедших в мир иной царей, что является довольно частым явлением для того региона в частности и той эпохи в целом. Одними из наиболее почитаемых правителей Эбла на момент появления письменных источников являются Сагису и Анардаму, а поэтому можно предположить, что при них экспансия Эбла была наибольшей. Первый правил в конце 27 века до нашей эры, второй в середине 25-го. А мы же перенесемся в эпоху, о которой сведений куда больше, к правлению Кундаму. При нем Эбла сталкивается с противником, равным, а то и более сильным, чем она, Мариотами из царства Мари. Кундаму начал править незадолго до конца 25-го века до нашей эры. Вскоре после этого король Мариотов Самуму организовал крупный поход на территорию Эбла. Его войска собрались в долинах Среднего Ефрата, где разгромили города Тибалат и Илвани. Потом двинулись дальше, разгромив Раак, Нерум, Ашалду и Бадуль. Мариоты прошлись по завоеванным землям огнем и мечом, оставляя за собой обожженные руины. Видя, что теперь, оставаясь без защиты, небольшой город-государство не выживет, следовавшие далее по пути предполагаемого движения войск жестокого Самуму города сводят войска под знамена царя Эблы. Войска Самуму и Кундаму сошлись в битве на рубеже 25-го и 24-го столетий. Победителем вышли Эблаиты, но наступление они развивать не стали. Более того, через несколько лет атаки Мариотов возобновились. Так наследник Сумуму и Штупы Шар разграбил Эблаистские города, Лоланиум и Эмар. Так начинается конфликт, который затянется более чем на 100 лет. Через примерно 20 лет после этого царь Кундаму отходит в мир иной, но его будут чтить как божество, еще по меньшей мере лет 30. После Кундаму к власти в Эбле пришел Атуб Даму, но его правление закончилось очень быстро, и его сменил Игорь Шхалап, чье руководство страной стало темным пятном в истории Эблы, так как при нем она подверглась наиболее сильным ударам со стороны Мариотов. Однако в мелких конфликтах с городами и государствами он смог победить, стоит отдать ему должное. В противовес ему в государстве Марии ко власти приходит Иблуль-Иль, невероятно энергичный царевич, который успешно громил и Эблаитов, и племена, жившие на границах своего царства, и не желавшие ему подчиняться города-государства. Игриш Халап сошелся в бою с Иблул-Илем при Сахире, но в результате разгромного поражения лишь обрек свою страну на выплату Дани победившим Мариотам. Просто так это было оставлять нельзя. Все ждали, когда же уже Игриш упокоится. И вот ему на смену пришел человек, который сможет превзойти даже грозного Иблул-Иля, так как новый царь Иркаб-Даму, взойдя на престол около 2340 до н.э., сразу повел верные ему дружины против Мариотов. Чтобы не допустить ошибок своего предшественника и горделивых князьков мелких городов-государств, новый царь рассылает во все стороны гонцов, которые должны попытаться заключить выгодные договоры. Так, например, он направил Зизи, королю Хамази, огромное количество ценной в регионе древесины, и, называя его братом, просил прислать ему в помощь наемников. Даже египетский фараон в этот период замечает деятельность царства Эбла и посылает его правителю дары. Собрав свои войска, а также отряды вассалов, союзников и наемников, Иркаб-Даму громит мариотские гарнизоны, одерживает верх над союзным мариотом войском царя Нагара, третьей державы в регионе, между прочим. В правлении Иркаб-Даму важную роль в государственной политике начинает играть царский визирь. Первым из них становится Арукум. Подчеркивает важность занимаемым должности тот факт, что сын новоиспеченного визиря быстро становится мужем для царской дочери. Визирь и царь командуют армиями, которые громят неприятеля, но Арукум очень скоро умирает, пробыв в роли визиря всего пять лет. Ему на смену приходит Ибриум, талантливый полководец, успешно громивший союзников Мари, который тут же становится не только визирем, но и наместником в захваченном в ходе наступления городе Абарсал. О его значимости говорит тот факт, что энергичный Иблул-Ин носил титул не только царя Мариотов, но и царя Абарсала. Этот крупный центр торговли был мгновенно вплетен в торговую сеть стараниями Ибриума. Царь к тому моменту правил уже почти 20 лет, и жизнь его подходила к концу. За последние годы своего правления он почти ничего не завоевал, но его визирь смог очень хорошо закрепиться на завоеванных землях. Даже когда царь умер, а престол унаследовал его младший сын, бывший в тот момент еще ребенком, Мари не смогли отвоевать земли обратно. И да, я не зря упомянул, что новый царь был именно младшим из сыновей своего предшественника, ведь тогда имущество отца наследовали старшие дети. И царь дому помогло то, что его мать была любимой женой почившего царя, а военную поддержку ей обеспечил пользовавшийся безусловным авторитетом визир Ибриум. По некоторым сведениям, он был родственником королевы-матери. Этот царь был марионеткой в руках великого полководца и королевы, пока они не погибли. В первые годы его правления прошли в атмосфере напряженности, так как против незаконно занявшего престол царя взбунтовались многие города-государства. Мятежи были подавлены войсками Ибриума. В то же время Нагар подвергается атаке со стороны своего бывшего союзника, Мари, и переходит на сторону Эблы. Однако, торговля с Месопотамией после удара мариотов перекрывается. Но царь вынужден это терпеть, пока войско Ибриума борется с врагами царства в Анатолии. Помянутый мной Ибриум в это время побеждает сильного противника к государству армии. Его войска были разбиты в битве при Батине. Царица ведет дипломатические игры, в результате которых союз Нагара и Эблы укрепляется династическим браком. Царь Исар Даму уже вырос и обзавелся дочерью, которая была очень быстро включена в политику. Ее выдают замуж за такого же ребенка, царевича Нагара, Ультум Хуху. Так идут годы. На восточной границе Эбла сдерживают удары мариотов, на северо-западе удары диких племен. Но в 2302 году до н.э. умирает визирь, сделавший для государства, пожалуй, больше, чем любой из последних царей – Ибриум. Ему на смену приходит его сын Ибисипиш, который разбивает последние сопротивляющиеся города государства при терке, разбивая войска Алалаха. После этого он посольствует в царство Киш и в союзную Нагару с сообщением о том, что надо бы собрать войска и прогнать ненавистных мариотов. Те приводят войска. И в начале 23 века до н.э. армии выступают в поход против Мари. Наконец-то, после долгих лет унижения и войны на территориях Эбла, Эблоиты наступают. В то же время умирает мать царя, освобождая его от управления со стороны более опытных государственных деятелей. Теперь он сам может брать бразды правления в свои руки. И на 34-й год его правления, что по моим подсчетам примерно конец 90-х, начало 80-х годов 23 века, армии Эблы и союзников громят войска царя Мари – Хидаары. Заключен долгожданный мир, завершивший столетнюю войну Бронзового века. Через несколько лет после этого оканчивается жизнь Эбисипиша. В том же году умирает и царь Иссар. Ненадолго трон переходит к его сыну, правление которого оканчивается, увы, трагически. Неизвестные захватчики разрушают Эблу. Это конец истории первого Эблоитского царства. Истории, в которой очень много всего неизвестного, но не меньше в ней и трагичного. Ведь приблизившись к величию, Эбла всегда терпела неудачу. Стоило ей расширить свои владения и торговую сеть, как на ее голову свалились еще большие экспансионисты в лице Мари. После долгих десятилетий, наконец, удается скинуть Мариотское Иго. Как вдруг неизвестный завоеватель приходит и уничтожает истощенную страну, грабя и выжигая столицу, которой уже на тот момент было более тысячи лет. Ну вот, собственно и все. Такая вот интересная получилась история. Да, конечно, в ней не разойдешься в поэтичность, так как многое в истории этого государства остается тайной. Оно и понятно. Мы сейчас говорим о том, что было 4-5 тысяч лет назад. Что же, а с вами был Воробушек. Увидимся в следующих видео. Всем удреееееееееееееее... Субтитры сделал DimaTorzok